Бисмилляху рахману рахиму, альхамду лилляху, ассалату ассаламу, аля Расули, лилляху, аля алихи, ассахбих и ажмаинам ма ба'ад. Смотрите, братья, Аллах Субханаху Аталя в Куране говорит, وَرَبُّ كَيَخْلُكُمَا يَشَا وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمَ الْخِيَرَةِ Субханаху Аталя, عَمَّا يُشْرِكُونَ И твой Господь создает, что пожелает и выбирает, а у них после этого выбора нет. Выбор, решение, предопределение лежит за ним. И Аллах Субханаху Аталя так предопределил, что в этом году, 9-й день Зуль-Хиджа, что является Яум-Аль-Арафа, днем Арафата, днем, когда паломники стоят в местности Арафа, приходится на субботу. И мы упомянули хадис о том, что пророк Субханаху Алиху Ассалям сказал, لَا تَسُمُوا يَوْمَ السَّبْدُ Пусть никто из вас не постится в субботу, или пусть никто из вас не постится по субботам. إِلَّا فِي مَفْتُرِدَ عَلَيْكُمْ Кроме того, что было вменено в обязанность, или за исключением того поста, который является фардом. И далее добавил, وَإِلَّا مْيَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَا أَعِنَبَ أَوْعُودَ شَجَرَ فَلْيَمْدُكُمْ И даже если один из вас не сможет найти ничего, кроме виноградной кожурки, или же коры дерева, пусть живет их. То есть послан Николаса Алиасалям подчеркнул и показал то, что если чтобы не поститься чтобы оставить пост или же чтобы сделать ифтар быть не постящимся ему придется жевать ветку дерева или же кожурку винограда то пусть он это делает но не поститься вот так звучит хадис и конечно же посыпались вопросы брат вот что сказал говорит ну субхан аллах это же приходится на и на день арафата что же делать такая награда же большая обещанная правоксуслям сказал югафер уссанат аль-мады и вальбакия пост день арафата когда у него спросили он сказал он прощает грехи предыдущего года и последующего года такая награда а ты говоришь не поститься то и хорошо что еще сказали сказали кто-то сказал но нет это же указание всего лишь на нежелательность держать уразу на самом деле можно но нежелательно если человек будет то греха за это нет конечно же еще что сказали то что не над если человек держат пост за день до этого Или же если человек вместе с субботним днем постится день после него, а это воскресенье допустим, то тогда можно, сказали нельзя что обособлять этот день или ифрат делать, то есть только в субботу, вот отдельно от остальных дней в субботу поститься нельзя, а если день до или после, то можно и так далее. То есть вот эти все вопросы посыпались, вот эти мнения были выдвинуты. Давайте по порядку братья, постараемся вместе иншалла ответить. Посланник Аллаха сказал, пусть никто из вас не постится в субботний день. Те, кто изучает арабский, знают, что вот этот контекст, как называется, называется запрет, то есть пророк салям запрещает. Хорошо, но ведь такая большая награда обещана. Привели слова пророка салям, согласен, где он сказал то, что пост в день Арафата прощает грехи предыдущего и последующего года. Хорошо, как называется такой контекст? Просто контекст утверждения о том, что дозволено поститься в этот день. Называется мубих, то есть то, что дозволяет нам пост в день Арафа. Ученые по фикху или же можем сказать, как правило, в усулиль фикху у нас звучит о том, что запрещающий контекст всегда ему отдается предпочтение перед разрешающим. Слова пророка салям, который сказал о том, что пост в день Арафа прощает грехи предыдущего и последующего года, он указывает на дозволенность. А слова пророка салям, Пусть никто из вас не постится в субботу, или пусть никто из вас не постится по субботам, указывает на то, что пост в субботу запрещен, контекст запретный. А запретному контексту всегда отдается предпочтение. Более того, пророка салям сделал исключение и сказал, кроме того, что было вменено в обязанность, или за исключением такого поста, который является фардом. Поэтому мы не говорим, что однозначно по субботам нельзя поститься. Если бы мы так сказали, мы бы так сказали, что в месяц Рамадан в субботу тоже нельзя поститься, но это неправильно, это ошибочно. Почему? Потому что посланник Аллаху сказал, что нельзя поститься только лишь желательный пост, тот пост, который является Мустахаб или же Татавор. Однако, что касается обязательного, то можно, допустим, если это пост в день Рамадана, в субботу пришло на месяц Рамадан, конечно же мы постимся. Или, допустим, человек должен сделать кога, то есть должен возместить какие-то дни, которые он не пропостился в Рамадан. Будь то это женщина или мужчина, допустим, по причине сафара или болезни, у него остались какие-то дни, долг на нем. И он возмещает эти дни, это обязательный пост, его можно поститься в субботу. Или же он дал обед, что будет поститься. Исполнение обеда также является обязательным на нем, и он может поститься в субботу. Исключением являются только обязательные посты. Что же касается желательных постов, то человеку не дозволено поститься в субботний день. Запретил посланник Аллаха в строгой форме. Поэтому, если мы скажем, у тебя стоит выбор, между тем, что пророк сказал, что пост в день Арафа является желательным, и упомянул награду за этот пост, с другой же стороны, есть исключение, что он исключил любой пост, кроме желательного. Вопрос, день Арафа поститься желательно или обязательно? Он скажет, ну желательно, конечно, нас никто этим не обязал. Ну вот тебе и ответ, брат. А пророк сказал, кроме обязательной, значит, в этот день также поститься нельзя. Если этот день совпадает с субботой, то в нем также поститься нельзя. То есть, также, что братья еще сказали? Что имеется в виду, если этот пост человек выделил и только в субботний день поститься, если поститься день до и после, то можно. Мы говорим, откуда такое понимание? С чего ты его взял? Или как пример, допустим, который Шеха Лельбани приводит, Рахим Ахулла, и говорит, если, допустим, мы представим, допустим, но хотя такое и было, то, что день Арафа придется на пятницу. А известно то, что в пятницу нельзя поститься. То есть, пятница это такой день, действительно, в который, если ты постишься, ты должен пропаститься либо день после него, либо день до него. Отдельно отделять, выделять пятничный день нельзя. Это что касается поста в пятницу, в субботу другой хоком. В субботу вообще нельзя желательный. В пятницу желательный можно, если ты постился за день до или после него. Хорошо, к этому придем, иншаллах. Так вот, представим, что Яум Арафа, день Арафата, достоинство поста, которому мы упоминали, пришелся на пятничный день. И человек постился в этот день, в пятницу. Следовательно, он должен пропаститься и в следующий день. Так как нельзя выделять пятничный день, то есть только в один день. Он, значит, должен пропаститься, а в четверг он не постился. Значит, он должен пропаститься в субботу. Но в субботу Яум Аль-Аид праздничный день. Кто-то скажет, ни в коем случае нельзя поститься в праздник. Мы скажем, вот точно так же и нельзя поститься в субботу. Точно так же, как ты говоришь, что нельзя поститься в Яум Аль-Аид. Почему? Потому что пророк Салям запретил. Точно так же пророк, саллиллаху алейху ассалям, запретил поститься в субботу. Какая разница между первым и вторым запретом? Более того, о том, что поститься в праздничные дни нельзя, передается хадис от Умара. О том, что он сказал, «Инна хазайн яуман наха Расулуллахи, саллиллаху алейху ассалям, ансоумихима, или ансиямихима». Сказал, вот эти два дня, имеется в виду Ураза Байрам, то есть день разговения, и Курбан Байрам, то, что называют день жертвоприношения. Вот в эти два дня, говорит, пророк саллиллаху ассалям запрещал поститься. Вот в таком виде пришел хадис. Однако, что касается субботы, то пришел запрет. Пророк саллиллаху ассалям сказал, «Не пусть никто из вас не постится в субботу». Прямым текстом запретил. И более того, добавил, сказал, «Даже если ему придется кушать кожурку винограда или же ветку дерева жевать, пусть жует, но пусть не постится в субботу». Точно так же. Какая разница между этими двумя запретами? Разница в том, что про первый знают все. Все знают, что в праздничный день нельзя поститься. А про второй мало кто знает. Второй это забытая сунна. Сунна-таркия. Потому что сунна бывает фи'лия, которую пророк саллиллаху ассалям совершал, и бывает таркия, которую пророк саллиллаху ассалям оставлял, приближаясь тем самым ко Всевышнему Аллаху. И про вторую сунну, о том, что нужно оставить пост в субботу, мало кто знает, субханаллаху ассалям. Но как говорят ученые, говорит, то, что человек не знает далиля, это не означает, что его нету. Субханаллаху. Он есть, просто ты его не знаешь. Вот теперь, Барак Алафик, ты его узнал. То, что в субботу поститься нельзя, это запрещал пророк саллиллаху ассалям. То есть та сунна, которую пророк саллиллаху ассалям оставил, и нам было велено также ее оставить. Ради Аллаха, субханаллаху ассалям. Поэтому, если даже день Арафа совпадает с субботой, и человек не постится в этот день, оставляет пост в этот день, тем самым приближаясь ко Всевышнему Аллаху, или же ради Аллаха он его оставляет, потому что пророк саллиллаху ему запретил, он берет за это награду. Как сказал пророк саллиллаху, Тот, кто оставит что-то ради Аллаха, Аллах заменит ему лучшим. И поэтому, раз пророк саллиллаху запретил, мы оставляем в субботний день этот пост, и мы считаем, что мы лучше, чем те, кто постится, потому что об этом сообщил пророк саллиллаху ассаляма. Что касается того, кто говорит то, что нет, имеется в виду нежелательно поститься, не имеется в виду запрет, то мы уже об этом тоже сказали со всех сторон арабского языка. Если посмотреть, во-первых, пророк саллиллаху ассалям запретил, сказал, ля тасуму, пусть никто из вас не постится. Затем сделал исключение, сказал, илля фи нафтур и да алейкум. Только лишь, может быть, можете поститься, если только это фарт. Поэтому, если кто-то будет поститься, допустим, пришел Ямуль Арафа, и это субботний день, и он вспомнил, или же знал то, что у него есть долг с Рамадана, и он хочет в день Арафа пропоститься, обязательный для него пост, потому что восполнить дни пропущенные Рамадана является обязательным, то это можно, без проблем. Или же человек дал обед, как мы уже говорили и так далее, то в этом абсолютно никаких проблем нет, он постится в этот день, даже если это суббота. Почему? Потому что Пророк Саилан сделал исключение, сказал, только лишь, если это фарт. И более того, добавил, что даже если ему придется жевать и так далее до конца хадиса, как мы уже говорили об этом. Или же, допустим, такой пример можно тоже привести. Смотрите, кто-то, опять же, к тем, обращаясь к тем, кто говорит то, что Субханал, но ведь Ямуль Арафа такая награда большая, и так далее. Посланник Аллаху Саилан постился в понедельник и четверг, и мы знаем о желательности поста в понедельник и четверг. Если же получится так, то что, допустим, праздничный день Ямуль Аид попадет либо в понедельник, либо в четверг, будет он поститься или нет, я думаю, никто не скажет, что он будет поститься. Скажет, конечно же, нет. Конечно же, не будем поститься. Почему? Ведь Пророк Саилан запретил. Мы говорим, вот точно, как же Пророк Саилан запретил поститься в субботу. Почему этот запрет ты принимаешь, а этот не принимаешь. Точно так же, как есть указание на достоинство поста в понедельник и четверг, точно так же есть указание на пост в день Арафа. Поэтому даже если совпадет с днем Арафа. Также из некоторых сомнений, которые выдвигаются, говорят то, что нет, этот хадис, который ты сейчас привел, это слабый хадис. Нет, на самом деле говорят, что в нем есть Ит-Тараб. Нет, на самом деле в хадис, даже если в нем есть Ит-Тараб, Ит-Тараб в чем? В передатчике хадиса. Кто его передает? Абдулла Абдулбуср или же его сестра Ассанна Абдулбуср? Так или иначе, оба эти человека были сподвижниками. И поэтому такой Ит-Тараб с ним не считаются. То есть он легкий Ит-Тараб. Не каждый Ит-Тараб говорит о том, что хадис является недостоверным. Мы сейчас не будем в это углубляться. Просто как итог можно сказать, что хадис достоверный. Шейх Альбани считал его достоверным и другие уляма также считали его достоверным. Несмотря на Ит-Тараб. Если смотреть только на Ит-Тараб, что даже в Сахихе есть хадисы, у которых есть легкий Ит-Тараб. Но никто об этом не говорит, что они недостоверны, эти хадисы. Кто-то говорит, что этот хадис отмененный. Но опять же мы говорим, если есть отмененный, значит должен быть какой-то отменяющий текст. Опять же они говорят, есть, есть отменяющий текст о том, что Пророк Слям постился в субботу и воскресенье. Мы говорим, однако этот хадис недостоверный. Вот этот хадис уже точно недостоверный о том, что Пророк Слям сам постился в субботу. Или же некоторые также говорят о чем? Говорят, хорошо, хорошо. А кто у тебя салифы в этом вопросе? Кто еще запрещал желательный пост в субботу? Даже если человек постился день до этого или будет поститься день после этого. Кто таким образом еще, кроме шейха Альбани, и тебя говорил и так далее. Такие слова говорят, как бы вызов кидают. Мы говорим, Субхану, а как ответил сам же шейх Альбани, когда ему спросили, сказали, кто у тебя имам? Кто у тебя ученый? Есть ли еще ученые? Он говорит, хорошо. Считаешь ли ты передатчика хадиса ученым? Или некоторые говорят, кто из первых ученых? Мы скажем, хорошо. Считаешь ли ты передатчика Роу-Иль-Хадис из первых ученых? Скажет, ну конечно же, да, считаю. Вот шейх Альбани говорит, вот он и является моим имамом, который точно так же понял этот хадис. Почему? Потому что он говорит, от него же передаются слова, то, что он сказал. Тот, кто постился в субботу, этот человек и не постился, и ифтар не делал. То есть нет ему награды, нет ему ничего. Он и не постящийся, и не тот, кто делает ифтар, то есть не разговляющийся человек. То есть этот сподвижник высказался таким образом, как говорят иктибасом, то есть цитируя слова пророка, саллиллаху алейху ассалям. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал. Тот, кто постится ежедневно или тот, кто постится без перерыва, тот, кто держит непрерывный пост каждый день на протяжении жизни. Саллиллаху алейху 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 алей Тот, кто будет поститься по субботам, говорит, тот и не постится, и ифтар не делает. Опять же, на что указывает? На то, что хочет указать, на то, что такой пост запрещен, не нужно его делать и так далее. Более того, у нас есть добавка тем людям, которые говорят, нет у вас салифа в этом вопросе. Мы скажем, Субханалла, брат, есть у нас салифа в этом вопросе. Из них таби'ины. И не просто таби'ины, а таби'ины с разных местностей. Смотрите, во-первых, тот, кто придерживался этого мнения, то, что караха, запрещено держать пост в день субботы, желательный пост, предшествовал ему день или нет и так далее, и так далее. Из них, из тех таби'инов, которые придерживались этого мнения, это Муджахид, это Таус ибн Кайсан, это Ибрахим Аннаха'и, это Холид ибн Мирдан или Тольк ибн Хабиб. Посмотрите, почему. Как Тольк ибн Хабиб, так и Холид ибн Мирдан оба с Шама, оба таби'ина с Шама, оба известные таби'ины, не просто таби'ины, а а улема из их числа. Ибрахим Аннаха'и с Куфы. Таус ибн Кайсан, Ямани, то есть он был с Йемена. Муджахид Накки, известно, то, что он был с Мекки. Придерживались этого же мнения, несмотря на то, что жили абсолютно в разных, ну, если так можно сказать, контингентах, скажем так. Кто скажет, ничего себе я этого не знал, почему я это не читал, почему я это не слышал и так далее. Мы повторим правило золотое, каждый должен его, наверное, выучить даже из вас. Адаму ль альми бишей ин ла ястальзиму адама в дюдихи. От того, что ты что-то не знаешь, это не значит, что этого нет. От того, что ты не знал, что в этом вопросе есть салифы у шейха аль-Альбани, у тех, кто придерживается этого мнения, это не значит, что их нет. Они есть, Субханал, просто ты их не знал. Если кто-то хочет, я подробно скажу, в какой книге он может найти то, где приводится мнение этих табианинах. Ну, просто сейчас это не совсем уместно, они все это поймут. Поэтому, братья, исходя из этого всего, мы сказали то, что желательный пост в субботу, независимо от того, постился человек день до этого, или собирается он поститься день после этого, этот пост является запрещенным, этот пост является запрещенным. А брат еще хадис приводил, хадис джуэйрия. Хадис джуэйрия, очень интересный, Субханал, правильное понимание этого хадиса. Во-первых, опять же, посмотрите, вернемся к правилу по фиг. Хадис джуэйрия, все знаете о том, что посланник Аллаху салам застал ее в пятничный день, «Будете постящийся». И спросил, постилась ли ты день до этого? Она сказала, нет. Пророк салам сказал, а после этого собираешься ли поститься? Она сказала, нет. Тогда пророк салам сказал, а в тырии? Тогда сделай ифтар, не постись. Почему? Потому что в пост, в пятничный день выделять нельзя. Что значит выделять? Я имею в виду, без того, чтобы ты постился день до или день после. Вот только лишь в пятницу, один день, нельзя так поститься. Однако, если ты сопроводишь этот пост с постом до, один день до этого или же после этого, то тогда можно, что касается пятницы. И поэтому пророк салам сказал, нет, если ты не собираешься, до этого не постилась и не собираешься после, то тогда сделай ифтар. Видите, они говорят, пророк салам сказал, собираешься ли ты поститься после этого или нет. Мы говорим, хорошо, в этом указание на что? На дозволенность поста в субботу. Так ведь? Да, так. Однако, в словах пророка салам, пусть никто из вас не постится в субботу. В этом что? Запрет. А мы уже сказали правило по фиху. Аль-Хазыр муقدамун аляль аль-Мубих. Тот текст, в котором содержится запрет, ему отдается предпочтение всегда перед тем, что разрешает. В хадисе Джуэри разрешение. А в хадисе Ас-Самма бин Тубусар явный запрет на это. С одной стороны, в другом ревайте хадисы сказано то, что пророк салам сказал, и это, наверное, один из самых сильных доводов той страны, которая разрешает пост в субботу, если ему предшествовал пост в пятницу. Или если будет после него пост в воскресенье. Они говорят о том, что пророк салам сказал, да постись же в субботу. Он сказал, постилась ли ты до этого? Он сказал, нет. Он сказал, тогда постись в субботу. Повелел и сказал, тогда постись в субботу. Вот здесь тонкий-тонкий фиг, постарайтесь понять, братья. Смотрите, если она не постилась в пятницу, а пророк салам запретил уединять пятницу, только лишь пятницу поститься. Теперь вопрос, какой хуком для нее становится пост в субботу? Что? Если пророк салам запретил в пятницу, только лишь пятницу поститься, а в четверг она не постилась, то какой хуком для нее поститься в субботу? Обязательно ваджиб становится для нее, так ведь? Ведь уединять пост в пятницу запрещено, значит она должна, обязательно должна пропаститься в субботу. Значит пост в субботний день для нее ваджиб, или же татавуа, или же желательный, ваджиб. А проблем абсолютно нет поститься пост, который является ваджиб. Понимаете или нет, о чем я говорю? Еще раз повторюсь, мы сказали, что в субботу запрещено поститься желательный пост. Если же это обязательный пост, рамадан, или назр, или же еще что-то, обед, допустим, человек исполняет, то тогда это дозволено, обязательный пост дозволено. И вот тут вопрос, для джуэрии он является обязательным или желательным? Мы сказали, что он является для нее обязательным. Представляете, вот допустим, человек приходит и говорит нам, я сегодня постился, сегодня пятничный день, я постился. Я не знал, что пятницу нельзя уединять. В четверг я не держал уразу, а сегодня в пятницу я продержал. Что мне делать? Мы скажем, держи пост в субботу. Он скажет, почему? Ведь в субботу православный запрещал держать пост. Мы скажем, запрещал держать желательный пост. Однако для тебя этот пост стал обязательным. Почему? Потому что ты пропастился в пятницу, не зная, и не пропастился в четверг. А пятницу уединять нельзя, поэтому ты должен пропаститься вместе с субботой. Этот субботний пост для тебя является уаджипом. Поэтому я думаю, этот вопрос ясен, братья. Тут уже на все вопросы, думаю, вашей был ответ дан. Как то, что это всего лишь нежелательное действие, а не харам. Мы сказали, нет, это харам. Это запрещено держать желательный пост в субботу. Также то, что... Ну, а если до или после, вот об этом всем этом мы и говорили. И также, что еще? А, брат то, что сказал относительно того, что, ну, субханала, ведь такая награда. Мы сказали, брат, знай, если ты оставишь что-то ради Аллаха, то награда будет больше. Поэтому можешь спокойно в субботний день пить чай, кушать. Исходя из слов православлям. Пусть никто из вас не постится в субботу. И, иншалад, награда будет тебе намного-намного больше от Всевышнего Аллаха Субхана Хваталя. За то, что ты следуешь сунни пророка, саллиллаху алейхи. Уассалям. Я думаю, без ниля все понятно. Баракаллафик. Махсаналлаху алейкин. Махсаналлаху алейкин. Продолжение следует...